Мы ОМОН просто стояли в обороне, наступлений не были, стояли в обороне. Нас обстреливали, пытались на определенном участке, на соседнем, буквально там метров 400-500, прорываться. Со слов парней, которые именно отражали вот эти вот прорывы, мелкие прорывы, потому что там идут мелкие прорывы, мелкими группами. Они заходят в населенный пункт, либо в то место, где находится личный состав наш, мелкими группами по 3-5 человек. Потом концентрируется в одном месте, до 50, ну где-то до двух взводов, а потом уже начинает свои удары. Это было 9 сентября 22-го года, в 6 часов 5 минут, где-то там, или в 6.00 точно. Они начали в предыдущий день, 8-го числа, они сначала начали нас долбать, потом обстреливать, там пришлось занять рубежина, все, ждали целый день. У Кейчева уже стало ясно, что никто не попрел, потому что перед нами позиция была такая, полев, оно было заминировано. Единственное, это пролесок и дорога. Ну, дорога также была заминирована. Пролески мы также держали. Все. Они поняли, что они не пройдут. А уже где-то дня через два, 9-го меня ранило, а 10-го они начали разминировать. А потом уже пошли в атаку. Обстрел. Танковый обстрел и минометный. Залетел снаряд в укрытие, где мы находились. Осколок снаряд. Здесь же идут две лучевые кости. Нижняя была перебита. Открытый перелом. Просто спасибо докторам в Питере. Ногу поднял и понял, что машину надо менять. Механику продавать, брать автомат. Потому что одной ногой на механике не проедешь. Все. Товарищи помогли наложить жгуты на руку, на ногу. Эвакуировали меня. Спасибо, конечно, огромное. Они меня вытащили из такой ямы. Там, глубоко, не очень удобно было вытаскивать меня. Но они с этим справились. Вытащили меня. Хорошо. Командир вовремя отправил машину. Нас было двое. Одного просто осколками зацепило. Мелкими. Я достал стереночка больше. У меня там тетка живет в Донецке. Под Донецком. Двоюродный брат там живет. У меня там родственники. Они с 14-го года там под обстрелами. Что делать? И уезжать не хочет. Хотя старший сын у него втуле жил. Это, говорит, мой дом. Куда я его ею? У меня здесь родители, муж. Когда мы там стояли на боб-посту местный. Мы стояли практически там 20 метров от нас дом. Женщина постоянно выходила и спрашивала, когда мы собирались в машине. Она постоянно нас спрашивала. А вы не совсем. Вы не уедете отсюда. Если, говорит, вы уедете, ну все, нам край. Кто-то должен со всем этим разбираться. А там надо с этим разбираться. Это бросать просто так. Вот здесь. Было тяжело, когда не выходил на связь по несколько дней. Ну там было и неделю. А две недели не выходил на связь. Ну, когда я выходила на связь, потому что потом. Ну, как говорится, жизнь удалась. Ну вот на первые два-три дня. Знаете, тяжело об этом вспоминать. Я считаю своего мужа героем, потому что он не побоялся поехать туда. Не побоялся ничего. Поехал защищать родину. То есть мы все гордимся им.